Лиас-677, он же луноход, он же сарай, не другие называют скотовоз. Задуман в 1960 году как смена автобусом ЗИЛ-158В. Первый прототип увидел свет в 1962 году. К годам рождения можно считать 1967 год, когда модель вышла на серийное производство. Его модификации производились до 2002 года. Здравствуйте, дорогие друзья, здесь Техноенот и его команда. У нас в руках 28 выпуск гурнальной серии нашей автобусы от Мадимео. Давайте взглянем, чем нас порадовала или не порадовала Кострома. Автобус сразу же привлек своим сочным окрасом. Машина смотрится прекрасно, но скажу, что огрехов по окрасочке тут предостаточно. Она далека от идеала, но это оказалось не самым страшным. После первого взгляда на автобус сразу посетила мысль, а где же люки на крыше и где запасные выходы? Все пассажирские окна с форточками, надо отметить, очень аккуратно сделанными. Но это не косяк производителя модели. Именно такой была первая модификация автобуса из Ликина-Дулёва. Вопросы безопасности в конце 60-х годов не стояли еще так остро. Так что в этом отношении все нормально. Ну а для себя, как всегда, подтвердил вывод. Век живи, век учись. Мордажка автобуса аккуратная. Мне очень понравились воздухозаборники и дворники. Вот прям очень удачно получились. И даже передняя оптика а-ля рыбий глаз смотрится более-менее, хотя можно было бы с этим что-то придумать. Но это все ничего, вгляните на руль. В нашей модели он кривой. Но вероятно при сборке что-то пошло не так и он не сел как нужно. Дело поправимое, разобрал и все поправил. Но это минус. Зато плюс передняя водительская панель сделана в цвет машины. Смотрится хорошо. Подкачали также задние фонари. От них ожидалось что-то большего. Круглые классические стопы и поворотники смотрелись бы отдельными пластиковыми элементами куда лучше, чем вы штамповочка с окраской. Жаль, могло бы получиться очень прикольно. Днище модельки проработано. Аккуратно покрашенный серебряночкой двигатель и автоматическая коробка передач. Кто-то вот может пожаловаться на то, что уж очень низко автобус посажен. Между колесными арками и самими колесами должен быть промежуток побольше. В этом соглашусь. Но быть может это демонстрация вида поработавшей машины из реальной жизни. Ведь после нескольких лет эксплуатации некоторые луноходы вообще бегали, скривившись на один бок. Так что как минус, наверное, это не прямок. Корпус из металла прочный. Не скрипит, не люфтит. Внутри салона автобуса все по-простому, как это обычно встречается у моделей данной серии. Но есть один косяк, который кардинальным образом портит впечатление об этой, в принципе, неплохой модельке. Взгляните на водительскую перегородку. Справа и слева огромные щели. Такое ощущение, что ее взяли немного от другой модели автобуса и даже отверстия от предполагаемых поручней не портят так внешний вид, как вот эта несуразица. Конечно, поставив модель на полку, вы не увидите их, но развидеть это вам уже не удастся. Так что общее впечатление от этого автобуса разбежались в противоположные стороны. Но тем не менее, модель мне очень нравится. Она получилась поинтереснее, чем Leas 677M из восьмого выпуска. И эта моделька отправляется в наш автобусный парк в миниатюре. И надо отметить, что на сайте Modimio эта модель получила оценку 4,1 баба из 5. Неплохо. Стоимость модели рекомендуемая 1799 рублей. Стоит она этих денег или нет решать вам, ведь именно покупатель своим кошельком делает выбор. Смотрите, выбирайте, заказывайте и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Это всегда интересно. И не забудьте подписаться на наш канал, ну просто чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. А оно наверняка будет, и наверняка вы что-то пропустили из вышедших ранее наших видео. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. С большим приветом из города Герой Ленинграда. До новых встреч, друзья-товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok